Всем друзья, вы на канале GameX The Play. У меня только серия началась, но у меня сразу случилась проблема. Я пока играл, сейчас у меня за кадром случилась небольшая проблема. У меня тут взорвался крипер и сломал мои большинство сундуков. Они у меня уже алмазные были. Сундуки хотя бы сохранились, но, как вы видите, очень много приметов из мода кретощей исчезли. Так же, как из мода... Ну, так же, как и всякие вот такие безделушки. Хотя в блоке обычно остались, и хорошо, что руд остались. Но, к сожалению, из мода крето много вещей очень пропало. Беру наждачную бумагу, беру розовый кварц и начинаю делать вот так. Тем самым делаю полированный розовый кварц. Он мне нужен для создания автоматического краптера, который... Где он? Здорово, делается вот так вот. Для него нужно две шестерни, электронная лампа. Сейчас сделаю всё. Делаю электронную лампу. Сейчас мне нужно сделать автоматический крафтер. Для него нужно ещё латуневый корпус, который делается из брёвен каких-то и латуневого листа. Так, сейчас надо мне сделать уже этот крафтер. Делается он достаточно просто, когда ты уже развился. Надо сделать вот так. Механический крафтер... А, мне сейчас нужно сделать латуневые корпусы. Сделаю я их, да сразу... да сразу столько штук. Мне их хватит, ну, пусть будут на прозапас. Шестерёнка у меня только одна. Так, ложу сюда андезитовые сплавы, кнопки, и делаю шестерёнки. Так, что мне осталось сделать? Так, для механического крафтера мне нужен ещё верстак, который я сейчас опять же легко сделаю. Делаю доски из досок это. Делаю семь верстаков сразу. И... крафтер. Вот он, этот крафтер. И делаю сразу столько штук. Так, я тут ходил, чисто тут это... Щерсть собирал, советчик. Нашёл вот такое вот кладбище. Это, естественно, из мода Ice and Fire. И тут вот такой вот призрак летает. Видите, Гхуст это... или Гхост. Это призрак. Так, захожу сюда. И чё, это всё? А я думал, что-то хорошее есть. Друзья, я понял то, что крафтер можно запитать либо только от креативного мотора, который можно взять в креативе. Ну, я не читерю, так что я без этого. Я... и второй вариант это от ветряной мельницы. То есть, нужно поставить их вот тут на улице. Вот так вот. Вот сюда ставлю. На улице. Так, для начала мне нужно сделать windmill berling. Он делается из поворотного стола. Ну, какого-то блока и вала. Делается вот такой windmill berling. Он выглядит вот так вот, прикольно. Сейчас мне нужно сделать радиальное шасси, вроде бы как. Вот оно, радиальное шасси у меня теперь есть. Теперь мне нужно взять слайм-шарики, которые у меня, естественно, пропали, потому что у меня взорвался крипер, и они исчезли. Всё, я пришёл с радиальным шасси... Ой, с коробкой передач, точнее. Делаю вертикальную. Ставлю сюда. И всё. И начинает он работать. А, нет. Сейчас убираю шестерёнку, чтобы не начинало. Дальше ставлю сюда лазурит, сюда кварц, сюда редстоун, как и должно быть. А сюда кусочки железа. И ставлю шестерню. И всё, теперь делаю вот так. Ставлю сюда шестерёнку. И он запитывается и начинает делаться. Да. Так. Редстоун подъезжает сюда. И... Они разъезжаются вниз. И... Да. Наконец-то. Сделался вот этот... Сделалась интегральная схема. Наконец-то я её сделал. Я её очень долго делал. Ладно. Выжили. Но ничего страшного. Дальше. Теперь. Мне нужен латуневый корпус. Он делается легко. Теперь я делаю этот регулятор скорости вращения. Теперь я сделаю лифт. Я понял то, что мне сейчас нужно... Я их сделал сразу три. Не знаю зачем, но пусть будет три. Так. Беспроводной передатчик. Частота. Это... Смотрите. Я как бы хочу, чтобы лифт был тут. Да. Вот. Всё. Он поднят. Каким-то образом. Захожу в него. Включаю. И он так. Ну, всё. Теперь вот так будет классно. Сейчас осталось сделать сам лифт. Я его сделаю сейчас. Сейчас... Вы сейчас увидите, как я его сделал. Вот и я сделал тут. Ну, лифт, который я его, естественно, модернизирую. Начал сделать такой черновой вариант. Как он работает? Встаёт вот такой, да? Ну, вот. Я сделал лифт. Я уже внизу, как вы видите. Значит, он работает. Захожу сюда, в лифт. Нажимаю на кнопку. Поднимаюсь. Хопа. Меня чуть поднимает, но это ничего. Выхожу. Иду там себе искать что-то. Возвращаюсь домой. Захожу в лифт. Нажимаю кнопку и еду вниз. Надо будет его сделать чуть померянее, потому что, когда я начинаю вниз ехать, он немножко меня ударяет. Когда вверх, он меня подкидывает. Поэтому я сейчас поднимусь сюда, по вот этому вот лифту, который был раньше у всех, кто хотел что-то сделать новенькое, в отличие от обычной лестницы. Так, и как? Где скорость? Так, вот он, скорость. Давайте до 112. Так, всё, я скорость уменьшил. Теперь нажимаю. Да, я теперь спускаюсь. Он иногда вот так пропадает, но это ничего. Да, можно будет чуть побольше сделать, но теперь меня не подкидывает. Прихожусь я тут, убираю вот воду, которая у меня тут выросла. Лично мне лифт достаточно нравится, то что он вот вылетит, как какой-то лифт, который всегда в шахтах. Вот раньше был, как бы. Вот сейчас стилистика шахт в Майнкрафте, она примерно такая, ну, в ванильном Майнкрафте, она примерно такая же, то что вот такие это. И я что-то такое сделал. Ну, я не опирался на это, я просто что-то, как это, придумал, так и сделал. Надо будет его чуть побольше. Кстати, я вспомнил, можно же на шифте. Когда, когда сидишь на шифте, надо вот так. Ё-моё, серьезно, что-то иду сюда. Когда сидишь на шифте, вот смотрите. Блин. Смотрите, 192. Сажусь на шифт. А, нет. А, нет. Не, не. 112, 128. Давайте 128. Друзья, я просто, вон, деревня моя там, она в блоках, ну, в блоках 200, это максимум. Я бежал сюда. И смотрите, а, люди. Смотрите, что я там нашел. Ну, еловая заброшенная деревня и... и тайга. Серьезно. Да ладно, она так близко достаточно, она очень близко к моей деревне. Взять железо и сделать его... и превратить его в кусочки железа. Получить редстоун, розовый кварц полирован, сделать 4 электронных лампы. Дальше мне нужно сейчас делать автономный активатор, который делался вот так. Мне нужно еще 8 шестеренок и одна латуневая рука. Еще сделаю 8 сундуков. Хотя нет, лучше их сделаю чуть побольше. Вот столько. Я все-таки решил заново пробовать его построить. Только уже по другому гайду. И запускаю, и... Да ладно. Да ладно. И моя догадка о том, что плуг будет ломать, правда работает. И он серьезно бурит? Да... Он серьезно бурит. Он серьезно бурит. Ё-моё, капец. Смотрите, и он не лагает, то что... Как у прошлого бура, у него не... Он ставит рельсы. У-ху! Е-е-е, я теперь просто-напросто даже могу сесть. Сейчас я хочу его собрать. Вот так вот. Сейчас я... Я просто офигеваю, что он серьезно, он серьезно это делает. Вы представляете? Берем вот такое сиденье, white seat. Поднимаю все. Это. И сажусь, и я еду. Серьезно? Ну, теперь я сейчас оставлю своего персонажа в АФК на этом буре. А вы посмотрите таймлапс. У меня тут немножко проблемка случилась. И ставлю вот этот самый низ колесико-листаю. Теперь запуск... А теперь... А, его запустить надо. И запускать. Теперь все хорошо. А теперь можно сидеть и смотреть, как он едет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Все, 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 надо остановить ее, а то она будет так бесконечно ехать Я активирую и смотрю, что у меня в сундуках, тут ничего, тут ничего, тут ничего Тут очень много всего, эти не открываются, потому что они на самом верху, но сейчас я их открою В тебе очень много пепла, тут очень много всего Тут опять же сюда, сюда, тут все забивается Я сейчас отправляю бур, он будет ехать вперед, а я уйду отсюда, потом я пойду за ним и где-то там вдалеке его найду Сейчас прорисовку чанков чуть побольше сделаю, как и было, 12 И сейчас вернусь к себе домой Сейчас уже дождик идет Положу сейчас все ресурсы, которые у меня тут лишние Друзья, ходил я тут, искал себе рассадники, так как у меня теперь есть шелковое касание Уже 7 рассадников, то есть спавнеров нашел И вот что я нашел Забираю блоки, ну я наверное золотые блоки, ну возьму для маяка, пусть маяки будут потом, когда уже исушителя убью Сейчас надо, так, дисмер такое себе Золотые яблоки, морковки, это очень нужно Пузырьки опыта тоже могут пригодиться, так что их тоже лучше буду брать Опять же золотые яблоки Быстрая перезарядка, огнеупорность, ну такое Слайм-шарики, они пригодятся, так как они в моде креет нужны И еще алмазы, целых 8 штук Ну и вот такая кирка И вот тут еще эффективность пронзающая стрела Еще один рассадник Уууу, а что это я там нашел? Уууу, а что это тут я нашел? Баги? Уууу, еще и аметисты Причем это все в одном месте Вот он, вон там алмазы были Тут вон на ней рассадники А вот они эти аметисты уже И еще один рассадник И еще один рассадник И сразу через 2 секунды еще один рассадник И еще дофига рассадников Тут у нас зимогор И уже у меня 15 рассадников Это я такую ферму себе забабахаю Так, ферму я сделаю примерно Она не будет в воздухе, она будет начинаться в самой земле Я сделаю так же, потому что когда она в воздухе Иногда она не прогружается просто-напросто А так я сделаю на этом уровне И она сразу будет прогружаться Субтитры сделал DimaTorzok Вот и я сделал Она уже работает Она вон сверху Ну вы сейчас увидите то, что она рабочая Вот сундук, воронки Все, вот он работает Вон они сейчас падают Вон они падают Крипер упал Сейчас там другие начнут падать Вот паук сейчас упадет Ну если он не упадет, то его другие толкнет кто-то И просто включаю свет И вот тут спавнера Они падают, они идут куда-то Либо когда я там стою, видят меня как-то Пытаются идти И в итоге падают туда вниз Спасибо всем за просмотр И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok